Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстфан, а это очередное видео, посвящённое игре King's Road. Итак, друзья, в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить с вами, ну и показать маленько свои бои в новом PvP-режиме, который ввели в игру, а именно Боевой Колизей. Мне кажется, это очень важное дополнение к игре, потому что, ну, это то, чего давно, как бы, наверное, все ждали, и это то, чего вообще давно в игре не хватает. Конечно, как бы, мне кажется, это первая ласточка, его надо развивать, то есть это возможность для игроков сражаться друг с другом, понимаете? До этого единственное сражение, которое игроки могли вести друг с другом, это была вот эта вот PvP-арена, и то она как выглядела. Вы вдвоём с другим игроком соревновались, кто быстрее будет убивать монстров, то есть не было такой, как бы, конфронтации игроков друг с другом. А здесь мы получаем именно возможность сражаться друг с другом. Как бы сейчас она, вот этот Боевой Колизей закрыт, следующий бой будет через 16 часов, но у меня есть несколько боёв, которые я заснял, и я вам их сегодня покажу. Их немного, поэтому, наверное, мне даже не получится выбрать там какие-то хорошие бои, где я лучше смотрюсь, потому что отснятого материала немного, и, в принципе, этих боёв немного, потому что, ну, когда начинаются бои, у вас есть там определённое количество монет Колизея. Это, как правило, 30 штук, и, то есть, вы можете провести 3 боя, потом надо долго ждать, пока эти монеты восполнятся. Ну, ещё там за всякие ачивы там, как правило, дают там по 10 штук, ну, в общем, ну, всё равно, немного боёв, поэтому отснятого материала у меня немного. Что касается этих монет, вот поначалу, когда ввели Колизей, никаких монет не было, монеты вот ввели недавно, это, видите, ещё в бета-тестировании находится Колизей. Ну, что можно за эти монеты сделать? За эти монеты можно в магазине купить себе когти драконов, и в игре появились у нас новые драконы. Вот, например, появился дракон Фортуна, вот его бы я действительно хотел, нужно набить 25 монет, у меня их не так много, ну, хотя 6 уже есть, а там 100 когтей, этого сразу хватит, чтобы купить, потом, наверное, ещё надо будет добыть, чтобы его развить, но дракон это очень крутой, он, знаете, он своего рода такой же дракон, как, ну, вот есть у нас Лакрикс, например. Я, кстати, только недавно подумал, что, ну, у меня Лакрикс это был один из первых драконов, которого я смог развить, и, в принципе, он у всех легко развивается, потому что когти для него легко добываются учеником. Но, в принципе, вот я так подумал, Лакрикс это не боевой дракон, и держать его в вашей боевой шестёрке, которая сражается на рейдах, не самая умная идея, ну, и, в принципе, в обороне. Единственное, что да, он у меня пока что прокачан, поэтому он хорош, но, в целом, Лакрикса, наверное, стоит не держать в боевой пачке, а качать ему только скиллы на доход, и использовать его как своего рода золотого дракона, который помогает вам добывать золото. То есть он увеличивает ваш доход, когда вы призываете его, проходя какую-либо карту, причём увеличивает прилично. Если его максимально прокачать, то, ну, вот за это умение, которое можно прокачать на 100, вы получите плюс 1100 золота. То есть, понимаете, вы заходите на уровень и получаете на 1000 с лишним процентов золота больше. А если у него открывается ещё вот это умение, то вы можете ещё добавочно плюс 1200 процентов золота получить. То есть, и того плюс 2300 процентов золота, но это круто, это круто. Там ещё у него дальше и роскошь открывается, и выгода, но это с очень высокой прокачкой, об этом я пока что даже не думаю. Но, друзья, вот теперь появился новый дракон Фортуна. Давайте пробежимся, посмотрим, где он у нас. Бичеватель, Зулон, Лавина, ну, там ещё несколько, да, по-моему, вообще ввели драконов. Где там наша Фортуна? Что-то я его не могу найти. А, вот он, Фортуна. У него параметры тренировки тоже неплохие. Увеличивает золото. 9,4 золота за уровень. Максимально 940 процентов золота. То есть, поменьше даёт при максимальной прокачке. Но у него, я вот смотрю, все, вообще все навыки, это именно золотые. То есть, это такой прям крутой дракон, который очень неплохо, очень неплохо даст вам доходы, если вы с ним отправитесь на карту. Поэтому надо брать обязательно. Надо качать. Я сейчас буду работать в этом направлении. Ну, для этого надо, конечно же, на Колизей ходить. Также вот, допустим, появился Дракон Рысь. Тоже новый. Как бы мне его дали за какое-то там достижение. По-моему, в ПВП. Нет, в турнирах. Где-то он у нас. А, вот в фестивале. Кстати, сейчас дадут ещё 120 когтей на него, если я get links to level 30. Не знаю, кто такой links, но это, наверное, как раз и есть Рысь. Да, тут есть вот такая проблема. Я замечал в King's Road, что периодически то что-то с переводом, то опять без перевода. Видать, все обновления, они добавляются там, с западными разработчиками. А наши тут не всегда успевают всё переводить. Поэтому ты то заходишь в игру, есть перевод, потом хлоп, его нету, потом хлоп, какое-то обновление. Опять откатили, вроде что-то новое в игру добавили, а где-то забыли. Ну и там опять то, что было с переводом, снова стало без перевода. Кстати, мне нужен ещё один бой, чтобы получить когти на Дракона Ксена. Так, ну у меня нету, да, возможности сейчас провести рейд. Так, ну ладно, друзья. Вот, в принципе, как бы так по Драконам, что Мок сказал, кстати, что касается нашей Рыси. Да, мы его будем сейчас качать до 30 уровня. У нас, правда, рыбы не так много. Но я думаю, мы довольно неплохо двигаемся и, в принципе, скоро его прокачаем. Так, ну ладно, друзья. В общем, обещал показать несколько боёв в боевом колесе, а сам всё тряплюсь и тряплюсь. Вот, садимся, смотрим. Так, ну что ж, друзья, мы на боевой арене. У нас здесь один парень 54 уровня. Это мало. Вообще должны быть все 60-ники. Ну, знаете, как правило, потому что в 54-м тут вообще делать нечего. И нас всего лишь трое. Это хорошо. Если ещё второй 60-ник не особо сильный, то это вообще круто. Так, парень, парень. Палач, 2-2-2. Отлично. 54-го убиваем. 60-ник. Ну, вроде тоже пробивается нормально. Знаете, иногда, как бы тут, когда как, не всегда с балансом всё хорошо. То есть, вам могут кинуть такого 60-ника, которого, допустим, ну, вы вообще ни при каких условиях не пробьёте, который гораздо сильнее вас. Блин, чувак, ты мой фраг забрал. Негодяй. Сейчас мы тебе отомстим за это. Ну, кстати, я с ним вполне нормально управляюсь. Могу просто стоять, по идее, и караулить его, когда он воскреснет. Вон он, уже сейчас встанет. Так, отлично. Второй сюда бежит. Второй, иди сюда. Ну, тут мне повезло. Тут мне попалось два противника, которые в целом мне, ну, ничего сильно-то сделать, противопоставить не могут. Не, они, конечно, мне маленько навозят, но у меня вот тут даже есть ещё разные бутыльки, которые я могу использовать для лечения. Вообще, на арене, как бы, вот в этом боевом колизее вы не можете использовать обычные расходники, которые вы можете, ну, там, допустим, приобрести в магазине на лечение. И не все бутыльки здесь можно использовать. У меня, например, много розовых бутыльков, которые восстанавливают 50% здоровья и 50% манны, но здесь их использовать нельзя. Ну, вот некоторые есть бутылки, которые именно можно использовать в колизее. Некоторые из них тоже дают по ачивкам, которые вы добываете именно в этом боевом колизее. Так, блин, сейчас меня, кажется, убьют. Да, моя первая смерть. Но в целом я по счёту веду, и у нас 10 секунд до конца боевого колизея. Да, бои на боевом колизее, они такие незатяжные. Довольно быстрые. Давайте, успею я его убить? Нет, не успею. Ну, в общем, я первый. 5 убийств, 1 смерть, очков 5 сегодня. В общем, первая победа. Да, друзья, перед тем, как показать вам следующий бой, хотел бы ещё кое-что сказать. В общем, я же тут создал клан в игре, но я на самом деле не понимаю кое-чего. Ну, здесь это называется гильдии. Где-то кланы, где-то гильдии, где как. В общем, мне непонятен один момент. Смотрите, у нас, видите, здесь у меня цифра 50. Это то есть 50 у меня новых новостей. Именно, вот я так понимаю, здесь в основном это новости о вербовке. О тех, кто подал заявление на вступление в мой клан. Хотя у меня способ формирования гильдии открытый. То есть в гильдию может вступить любой игрок. Можно там приглашать, ну там по приглашениям только игроков новых зазывать. Ну и в общем, у меня много желающих вступить в клан, и я не понимаю. Ну, по идее, тогда должна быть какая-то галочка, я не знаю. Ну, например, если бы у нас была закрыта или ещё какая-то форма. Ну, как бы, может быть, как-то можно было бы их одобрить, чтобы они вступили. Но я здесь ничего такого не вижу. Вот только крестик, чтобы отказать и всё. Не знаю. Возможно, ну, изначально, когда я сюда зашёл, у меня была форма гильдии только по приглашениям. Может быть, я её поменял на открытую, но я никак не могу принять этих людей. Поэтому не знаю. Если вы вдруг подавали заявление на вступление в мою гильдию, ребят, попробуйте ещё раз. Я сейчас пока что вот эти все заявки отклоню, потому что больше я ничего не могу сделать. И, ребята, посмотрите, кто вообще подаёт заявки на вступление в мою гильдию. Это, как правило, ребята с ником player994885. Ну, в общем, видите, это вот такие вот ники у ребят. Ребят, если вы начали играть в Kings Road, то вы уж постарайтесь придумать себе какое-нибудь имя. Я не помню, где это сделается, но, наверное, вот здесь. Вот, видите, выбрать псевдоним. Жмёте на свою иконку, информация, выбрать псевдоним. И здесь вводите себе какое-нибудь имя, чтобы не быть, ну, каким-то набором непонятных букв и цифр. Ну, ладно. В общем, я маленько отвлёгся. Я сейчас всех этих ребят, как бы, ну, отклоню все эти заявки. И надеюсь, что, как бы, все желающие смогут вступить в мою гильдию. Кстати, она называется BVM. Не путайте с BMW. Это Black Wolf Moon, сокращённо, в общем, BVM. Ладно, друзья, смотрим следующий бой. Так, на этот раз нас будет четверо, все 60-го уровня, кроме одного игрока, у которого 59-й. Ну, знаете, вот то, что у человека уровень ещё не 60-й, это о многом говорит. Это, наверное, говорит о том, что он, в принципе, не успел себе набрать какие-то крутые шмотки. Если, конечно, это не его второй персонаж, которому с основного мейна, там, перепали очень крутая, там, какая-нибудь бижутерия, которую можно, ну, допустим, было набить в событиях. Тут, знаете, такая штука, я заметил, что можно, допустим, заходить в события. Блин, прямо жёстко бьют. У меня есть, конечно, бутыльки, но, блин, меня что-то вдвоём одолели с двух сторон, ребята. Прямо как будто сговорились. Ну, нет, они вот сначала меня убили, а потом там уже между собой разборки. Но мне не повезло так, я сейчас попал под раздачу с двух сторон. Ребята там, в общем, жёсткие, но ничего, сейчас попробуем. Вот ты, парень. Вполне поддаёшься убиванию. Так, надо запомнить, у нас есть какой-то воин, которого можно убивать. А, погодите, это... Есть какой-то маг. Так, отлично. Там лучник какой-то, который, блин, мне заряжает. Больно, надо от него убегать. Хотя, может быть, знаете, может быть, правильнее было бы умереть и побыстрее снова вступить в бой. Но можно попробовать сейчас вот сбоку с припёка заработать фраг. Давай, 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 давим, 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 давим. Ха-ха, я успел. О, у меня даже... Я даже на первое место выехал, у меня счёт 4. Надо теперь попробовать сохранить преимущество. У нас остаётся на это всего лишь 40 секунд. Так, блин, это лучник. Вот этот лучник, он мощный. От него надо убежать и бить кого-нибудь ещё. Но он какой-то, он прям нормально мне заряжает, в отличие от других. Вон, смотрите, хлоп-хлоп-хлоп. Прям серьёзно накидывает. Вот надо сейчас... Попробовать. Вот, маг. Вот этот маг. О, смотрите. Вот он, лучник уже... Блин, я думал, китовика забрать. Блин, что-то как-то опасно всё. Вот, вот кого мы будем бить. Ах, ты ж чёрт. А, блин. И, смотрите, первая Элея какая-то. А у неё такой же счёт, как у меня. 4 убийства, 3 смерти. И у меня 4 убийства, 3 смерти. Так что можно сказать, что мы с ней вдвоём на первом месте. А ещё можно сказать, что это был мой косяк, что я ей фраг отдал. Знаете почему? Потому что я того чувака поддамажил, да, и она его добила. А так бы я бы не ввязывался, бегал бы вокруг. И она бы так и закончилась бы матч с 3 фрагами. Ну ладно, друзья, у нас следующий матч. Вот тут какой-то воин с шипами. Не знаю, неохота, конечно, в шипы встревать. Непонятно, он мощнее меня. По-моему, он мощнее. Потому что у меня уже здоровья нет, а у него всё в порядке. Короче, от этого воина держимся подальше. А вот этого чувака на хитах надо, блин, догнать и чем-нибудь жахнуть. Блин, тебе мало. Чёрт, дайте мне ударить. Я бег качал до максимума, чёрт побери. Да, блин, сейчас кто-то другой заберёт мой фраг. Апа, 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 апа. Друзья, вообще так повезло. Блин, я думал, я двоих убил, а счёт только единичка. Второго всё-таки не я убил. Но, блин, мог бы, мог бы, мог бы. Я теперь на хитах, я теперь на хитах, блин. Мне, по идее, умирать и снова куда-нибудь идти. Ну ладно, я умру, но вот не дам фраг тому воину. Потому что он какой-то мощный. И он наверняка уйдёт в топ. Так что лучше фраги давать каким-нибудь слабым ребятам. Их я хотя бы потом обыграть смогу. А вот того воина вряд ли. Знаете, я ещё о таких вещах думаю. Как будто это Колизей долго длится. Но тут, блин, уже... Тут не успеваешь начать бой, как уже скоро и бой будет заканчиваться. Всего лишь-то там несколько секунд осталось. Давайте-давайте вот этого добьём. Отлично. Этого... Давайте-давайте-давайте-давайте добьём. Его легче даже, чем этого воина. И воина-воина. Блин, чуть-чуть воина не добил. Блин, ребята, у меня счёт по-прежнему единичка. Мне казалось, что я их добил, а их всех убил вот тот парень. Блин. Мне не везёт. Надо было всё-таки разворачиваться и его бить. А потом уже с этими остальными думать что-то. Так, вот давайте. Вот тебя я убью. Тебя я убью. Я прямо... Блин, смотрите, что творит. Он меня что-то тоже в стуне в каком-то держит. Ребята, дайте хотя бы его добить. Да, я добил, блин. А у меня счёт 2. Ну, как-то у меня сейчас всё не очень удачно в этот раз. Я какие-то принимаю неверные движения. Делаю неправильные телодвижения. Но, в принципе, я бы мог тут ещё. В принципе, даже и затащить мог бы. Ну, как бы, не знаю, там, какой-нибудь счёт типа четвёрки мог бы сделать. Ну, что-то у меня плохо сложилось всё. И я в итоге вон на последнем месте 2-3. Ну что, идём дальше, друзья. Так, друзья, ну и наше следующее и заключительное сражение. Здесь у нас все шестидесятники. Хотя уровень в этой игре вообще ничего не значит. Тут главная, как бы, сила, урон. А он, по большей части, зависит от ваших вещей. Но всё равно скажу, что вот когда я достиг шестидесятого уровня и собрал себе комплект бишутерии и комплект брони. Ну, броню ещё пока не полностью собрал. Но, надеюсь, что успею до конца события. Ну, в общем, мне стало гораздо комфортнее играть и даже против тех шестидесятников, которые собрали себе очень крутые вещи. Ну, в смысле, стало комфортнее играть не вот здесь на Колизее, а комфортнее играть в обычном PvP, где важно, кто из вас быстрее убьёт монстров. Потому что там разница небольшая. Ну, как бы, вы, допустим, убьёте какого-то монстра с 2-3 ударов, а крутой шестидесятник с одного. Как бы, там уже не так сильно чувствуется разница. И поэтому, друзья, ну, очень круто, что ввели вот этот Колизей, потому что он действительно был нужен. Знаете почему? Потому что, как бы, ну, человек, он собирает какую-то броню, собирает вещи. А где ему, как бы, это, почувствовать полностью удовлетворение от того, что он такой сильный, качанный и крутой? Ему же надо кого-то побеждать, кого-то бить. Иначе зачем всё это надо? И вот тут Колизей как нельзя кстати, чтобы, как бы, помериться длиной своих мечей и, как бы, ну, посмотреть, кто есть, кто, как бы. Ну, действительно, такая вещь нужна. И я думаю, даже нужно больше добавлять каких-то боевых аренд. Например, какие-то большие, там, захваты флагов, там, на удержание территорий, захват территории, какие-то массовые сражения. Единственное, что, ну, конечно, тут есть большая проблема всё-таки баланса, потому что трудно, наверное, собрать шестидесятников примерно одинаковых по шмоту, чтобы была нормальная конкурентная борьба. Всё равно, как-то вот часто, да, вот сейчас, посмотрите, что у нас. Я просто рву всех со счётом 10-0. Там, вон, у одного только парня два фрага. Короче, ну, как бы, да, баланс тут штука, короче, такая шатка, и трудно достигаем, поэтому о каких-то больших аренах тоже пока что трудно говорить. Для этого нужно, чтобы много было игроков, желающих на этих аренах сражаться, и чтобы из них можно было нормально комплектовать команды, примерно равные по силе. Ну, в общем, 12-0, заслуженная победа, друзья. И на этом я, пожалуй, закончу наш сегодняшний выпуск. С вами был 11-1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ссылку на игру я оставлю в описании этого видео на YouTube. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok